Там поле одуванчиков. Большое-большое поле одуванчиков. Сбоку оно смотрится как большая поляна. Подойти, конечно, нет. Вышли мы с Димочкой погулять. Всем привет в своем канале Artmania. Там он играет в футбол. Мальчишки матеряются. Тут Зимочка. Везде лазит, лезет, жарко. Сегодня у нас 34 днем. Мы надели штанишки. Ветерочек холодненький такой есть. Но мы решили перестраховаться. Наделись чуточку теплее. Везде дувана, дувана. Как красиво. Вышли за творогом. В итоге опоздали. Они взяли мало творога и все. Он закончился быстро. Жалко. Время-то сейчас еще 10. Обычно в 9 приезжают. Сколько они его взяли? Нашла я кусок мяса уже замороженного. Мы там уезжали на дачу оставался. Вот вермишельку нашла и положила томатную пасту. Я замораживала. Получился тут какой-то некий непонятный суп. Такой довольно интересный. Наверное я разолью его в виде супчика. Скорее всего красного цвета. На мясном бульончике. Надеюсь, что мясо разморозилось. Сейчас посмотрим. Иначе будет дальше вариться. Будем кушать. Дима хулиган. Безобразничает. Он думал, что поедет на дачу. Решил повеселиться. И просто... Я не знаю. Это просто кошмар. Он просто как гиперактивный ребенок. Носится. Все бросает. Скачет. Все это прям ужасно. Невозможно просто. Ронька бросает. Да. Получилась вот такая вкусняшка у Димы. Сукарики на моче. Тебе нравится? Вкусно? Вкусно? Вкусно. Еще вдобавок у нас будет такая вот морская капуста, кстати, из Сахалина. И все. Давай, мам, как ты катаешься? Я не знаю. Он бедный аж скрипит под тобой. Я боюсь сломать его. А там сколько-то? 30 было написано, нет? Да. А у меня тут. Ну вот два раза. Сломаешь сейчас. Может ребенку покупать новый самокат. Он не хочет кататься на нем. Не катается он на нем? Нет, он катается на нем дома. Ну что-то как-то он его больше перетаскивает, да? Туда-сюда. Он рулить не научится. Там вроде рулить то он. Вот так поднимает и вот так переставляет. Ну мало катались. Я все показываю ему. Надо дома по коридору. Ну еще испачкать. Ах ты. Как дикий зверь. Прям из ворот пытается вырваться. Дима сломаешь. Дима нельзя. Сейчас дядя охранник подойдет. И выгонит тебя из площадки. До полного. А как ты висеть можешь? На руках повиси. На руках. Вот. Вот. Молодец. Висишь почти. А теперь поболтайся. Поболтайся теперь. Вырастешь сразу. Сразу подрастешь. Пришла сегодня мама. Мы чуть-чуть погуляли. Мало поснимала. Я в магазин ходила. Сегодня суматошный полдень. Принесла мама. Принесла кучу продуктов. Помидоры, яблоки, хлеб. Мы на дачу не поехали. Потому что с утра было маме плохо. Был холодильник просто полностью забит. Вчера у нас был черный день. Кушать было практически нечего. Я сходила в магазин. Пошла за сметанкой. Купила 2 пачки. Они, кстати, довольно долго лежат. Мне очень нравится домик деревни. Очень вкусная. Простоквашина, я не знаю. Мне не нравится почему-то. Ну, блин, не такое. Купила молоко. Молоко. И купила, смотрите, вот такой вот творожок. О, мушка летает. Творожок. Это я буду из этого творожка делать вместе с вами мацони. Мы уже однажды делали из какого-то похожего. А тут какой-то новый. 35 рублей он всего стоил. Его попробуем заодно. А, ну да. На него будет обзор. И плюс мы из него сделаем мацони вместе с этим молочком. Молочко взяла пестравка. Мне нравится. Очень. Так. Тут вам дала рыбу. Тут это молоко уже было. А, сыр. 109 рублей был. В пятерочке сегодня купила. Попробовали. Ну, нормальный такой сыр с сыром. Вкусный такой. Завтра, если получится, выйду. Наверное, еще пачки 3 возьму. Он вообще 2 месяца оказывается может лежать. Вот. Ну, масло было. Огурцы мама. Слойки принесла. Плов приготовила. Принесла. Что такое? А, это мясо мы сегодня варили. Перчики. Короче, ой, тут вообще. А, блинчики. Очень много блинчиков. Блины вообще такие дорогие. 200-300 рублей с лишним за несколько штук. Так. Это яблоки в прошлый раз она принесла. Что-то еще, короче, она приносила. Я не помню. Там еще, кстати, стоит у меня ковш с интересной такой козявкой. Так, здесь рыба. И все, по-моему, что ли? Не знаю. Она принесла 2 огромные сумки. Тяжеленные просто. Ну, все. Вот тут разлетелся, развалился. Бананы обязательно. Дима у нас бананы очень любит кушать. А, виноград еще где-то я здесь видела. Гранат. Вот все такое. То есть, обязательно он кушает. Сейчас я на себя камеру приведу. Снова всем приветики. Немножечко выходила сегодня гулять. И сейчас я расскажу, как у меня кушает ребенок. Дима кушает. То есть, обязательно какая-нибудь еда. И обязательно какой-то фрукт. Обязательно. То есть, на завтрак, на обед. И нам нужен банан, киви, яблоко. Апельсины иногда. Мандарины вот там были зимой. Там, кстати, у меня в коридоре моет робот-пылесос. Блин, так с ним удобно. С ним реально настолько удобно. Мы моем полы через день. То есть, сегодня вот у нас чуть больше 2 или 3 дня, что ли мы не мыли полы. Такая грязь становится. Как мы раньше жили, я не знаю. Сейчас он помоет. Я буду ходить босиком себе дальше. Сейчас очень-очень грязно. Сейчас помоет. Одновременно пылесосит. Это супер. Это вот так. Классно. Прям очень мне понравилось. Вот. На него, кстати, обзор тоже выйдет. Если уже не вышел, пока этот ролик выйдет, посмотрим. Вот. Очень прям классно. Мне понравился. Сейчас я пытаюсь собер... Ну, хочу уже в будущем, в ближайшие дни, купить посудомоечную машинку. Небольшую, такую маленькую. Вот. Сейчас я много по ней информации пытаюсь узнать. Чего, как, сколько будет стоить. Узнала сегодня, что каждую мойку надо соль добавлять. Посмотрела сегодня, полтора килограмма соли хватает на 5 раз. Я думаю, блин, как так на 5 раз всего? Там она стоит 150 рублей со скидкой на 5 раз всего. Думаю, что-то почему так мало? Думаю, это 5 раз, это, считай, там, 3 раза знать. Ну, да, моешь посуду. Ну, не целый же день держать посуду. То есть, получается, это 150 рублей, там, на 2 раз почти. Либо на 5 раз, на 5 дней. То есть, один раз в день иметь посуду. Короче, не знаю, узнаю. Пытаюсь все разузнать. Поспрашивать надо у кого-то. Чего, да как, без соли. Я смотрела, они не включаются якобы. Не хотят работать. Короче, не знаю. Думаю. Потому что мыть посуду руками я уже не могу. Я уже очень сильно устала. У меня уже сил нет просто. Вот. Порой она стоит по несколько дней у меня. Я не могу помыть никак. Устала очень сильно. За время ремонта очень устала. Очень сильно вымоталась с этим ремонтом. Вот. Где там мой? Мапсюня. Мы его назвали Мопсик. Мопс. Мапсюня. Я его ласково называю. Я хотела назвать его Макс. Но Дима сказал, что его будет называть Мопс. Мопс. Я называю Мапсюня. Сейчас он нам все перемоет. Все помоет. Потом его только вычистишь и все. Вот. Ну, короче, вот так вот. Эту неделю мы уже будем жить с продуктами. Еще должен приехать завтра Женька от родителей. Он был у родителей. И мы остались как-то так. Получилось, что мы остались без продуктов. И выходные мы поехали на дачу. Я не смогла выйти в магазин за продуктами. Получилось. Мы целую неделю жили с таким маленьким кусочком хлеба. Его растягивая там на несколько дней. Ну, почти там. Сначала я ела. Потом у меня только ребенок ел. И получилось, что мы остались без продуктов совсем. Потом пришла мама. Принесла бананы. А, и помидоры у нас были. И все. А, и яйца были. И вот там вот как-то так. Каша идет. Вермишель. Начинаешь доставать свои запасы всякие. Там туда-сюда. Что ты меня трогаешь так? Вот. То есть, как-то, как-то выкручивается. Но, в принципе, с другой стороны, мне очень нравятся такие моменты. Когда начинаешь выкручиваться. Начинаешь подъедать свои запасы, которые там уже лежат сколько-то времени. Которые уже нужно скушать. Вот. У нас сейчас 15 мая сегодня. И там все очень-очень цветет. И такие ароматы прямо на улице. Да, ролик выйдет, к сожалению, с опозданием. Вот так у меня получилось в этот раз. В этом месяце. Вот. Еще буквально в прошлом, позапрошлом месяце у меня прям каждый день выходил новый ролик. Именно вот записала, выложила, записала, выложила. А сейчас вот прям полетела. Поперла, поперла даже. Вот. Поэтому сегодня вот середина мая. И у нас получается цветут. То есть я еще в инстаграме выложила. У нас есть инстаграм. Подписывайтесь обязательно. Выложила. То есть у нас получается цветет сирень. И одуванчики. Тюльпаны. Какие-то там любые цветы. И плюс цветение деревьев. И все это вместе. А еще тополиный пух добавил. Вот. И все это вместе. И знаете, на улице выходишь. Там просто аромат. Просто аромат всего вот этого. Блин, это так классно. Сирени прям. Запах сирени везде. На каждом углу. Это обалденно. Жалко, что эти запахи невозможно записать. И потом пронюхивать их как-нибудь. Вот у нас стоит вот сирень. Купила вот я. За 200 рублей. Но я думаю, наверное, завтра пойду гулять. Я хочу взять с собой секатор. И может быть где-то нарезать сирень. Потому что что-то покупать снова мне не хочется. И еще так получилось, что купила я сирень. И одна была немножко подвявшая. И она уже не встала. Не стала такой, какой надо было быть. То есть она как была вялая, она стала вялая. Еще больше завяла и все. То есть блин, вот это обидно. Конечно надо проще купить и сразу поставить вазу. На даче у нас сирень есть. Но на даче мы не поехали. Потому что мама сегодня себя плохо чувствовала. И всю жизнь, в принципе, каждый год это вот так. Как только цветет сирень, то именно в эти выходные мы не едем. По каким-то причинам. Либо мы приезжаем в выходные и она уже отцвела. То есть у нас всю жизнь вот так вот получается. Вот что у нас там. 6 минут долго не буду вас забалтывать. Чтоб ролик получился не слишком длинненький. Еще завтра я думаю мы пойдем погуляем. И я вам запишу в магазине. Я уже завтра не пойду. Мне не надо. Вот. Хотя нет. В пятерочку зайду. Там этот сыр по 109 рублей. Надо его взять. Хочу взять еще 3 штучки. Я посмотрела. 2 месяца он может храниться. Пусть будет. Потому что у меня ребенок бутербродики очень любит. И два раза в день он кушает. Чтобы бутербродами, молоком мы поддерживаем вес ребенка. Потому что у него вес немножечко падает вниз. Периодически. Особенно когда он поболеет. Там и все такое. Вот. Поэтому я думаю надо купить сыр. Завтра сходить. Если он останется. Ну там что-то не больно его забирают. 110 рублей. 109. 110. А так он 150-160 стоит. В принципе вообще-то большая разница. Минус 50 рублей. Ощутимо. Надо купить. Побольше. Килограмм. Но его жалко не заморозишь. Хотя заморозишь он будет мягенький просто. Разморозится будет мягенький. Хорошенький. Как с пачками масла. Я в прошлом. Когда же. А под новый год я пачки масла купила 30 штук. Они до сих пор у меня лежат в морозилке. Очень кстати удобно. Денег нет. Ничего нету. Достаешь пачку масла. Хреб приготовила. Супер. Мразилки там то сё. Достала. Поела. Нормально. Ладно. Не буду забалтывать. Давайте. Всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Да. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok.